Я хотела бы рассказать о своем прадедушке Кузнецове Василия Андреевича. Родился он в январе 1922 года, а в июне 1941 был призван на фронт рядовым. Ему было всего 19 лет. Мой прадедушка был зачислен в 837-й стрелковый полк, 238-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, в составе которого прошел всю войну. Он принимал участие в героической обороне Смоленска и Тулы, в освобождении от немецких захватчиков Орла и города Карачев, а также ряда маленьких городов, деревень и поселков Тверской, Псковской, Кировской и Калужской областей. В составе 2-го Белорусского фронта принимал участие в операции «Багратион». 22 апреля 1945 года Кузнецов Василий Андреевич получил тяжелое ранение, а 24 апреля 1945 года был награжден Орденом Красной Звезды. К сожалению, мне немного известно о прадедушке. Мама рассказывала, что он был скрытным и немногословным человеком, не любил вспоминать и рассказывать о военных событиях. Знаю лишь, что после войны он стал замечательным художником, чьи чудесные живописные картины каждый день радуют глаз и напоминают нам о нашем герое и его подвиге. Вечный огонь любви и памяти должен гореть в наших сердцах и сердцах будущих поколений, как знак великой благодарности всем, кто отстоял мир и счастье на земле. Каждый из нас наследник победы, поэтому должен помнить о тех, кем завоевана наша мирная жизнь. Прадедушка поэт Николай Владимирович Николаев. Он вернулся с войны, ему было 20 лет. Он тоже имеет награду всю свою жизнь. Он писал о войне. Я вам сейчас прочитаю отрывки от послания моего прадедушки поэта. Мы видели бурые и страшные грозы, руин своих и чужих городов, невинные, жалкие, детские слезы. И горкие слезы создает ток, и вдов. Победа она нелегко нам досталась, всем сердцем любя нашу родину-мать. Потомки нельзя даже самую малость нашего из прошлого вам забывать. Победа она нелегко нам досталась, Моей семье воевали все мои прабабушки и прадедушки. Сегодня я хочу рассказать про одного из моих прадедушек. Мой прадед, генерал-майор Грицак Петр Клеменевич. Когда я родилась, его уже не было в жилых. Но я знаю про него все, что я должна знать, потому что это история моей семьи и история моей родины. Когда началась война, моему прадеду было всего 17 лет, примерно как мой старший брат. В первый же день войны подал заявление о желании стать в ряды защитников родины. Чтобы попасть на фронт, дед обманул военкомат, сказал, что ему уже 18 лет и был направлен в артиллерийское училище и в 1942 году ушел на фронт защищать родину. Мой прадед с боями прошел путь от Сталинграда до Берлина. Начинал войну лейтенантом, а закончил капитаном. Его самые страшные воспоминания были Курская дуга и взятие Берлина. Четырежды был ранен. За проявленное мужество и отвагу он огражден шестью боевыми орденами. После войны он продолжил воинскую службу и защищал родину, испытывая боевые ракеты. Заслужил звание генерала-майора. Я хочу поблагодарить своих прабабушек и прадедушек за то, что я сейчас живу под мирным небом. У нас дружная семья. Я учусь и путешествую с родителями. Спасибо им за это. Я обязательно передам нашу память о них своим детям. Субтитры подогнал «Симон»